В эфире историческая программа «Сделанная в Вятке». Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин, приветствую вас. Вы знаете, первый месяц лета весьма богат на разного рода примечательные даты и праздники. Давайте вспомним Международный день защиты детей, Всемирный день охраны окружающей среды, День русского языка, День социального работника, День медицинского работника, День работников текстильной и легкой промышленности, День молодежи. А вот 25 июня, собственно, дата, которая не за горами, она отмечена как День работника статистики. С приближающимся профессиональным праздником я хочу в первую очередь поздравить Владимира Анатольевича Зырина, это замруководителя Кировстата, официальный орган называется как территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по нашему региону. Владимир Анатольевич, добрый день. Здравствуйте. Вы, коллег, можете поздравить, собственно, с приближающейся датой. Безусловно, наверное, с этого надо начать нашу передачу. Я, конечно, хотел бы поздравить в первую очередь работников Кировстата, а также всех ветеранов, тех, кто в разное время работал в органах статистики, с нашим профессиональным праздником, пожелать им в первую очередь крепкого здоровья на долгие-долгие-долгие годы, благополучия им, семьям и, конечно же, успехов во всех начинаниях, ну, а те, кто работает в статистике, в нашей непростой, но очень интересной работе. А сколько их для понимания сейчас в нашем регионе, непосредственно в Кировстате трудится? С учетом районов порядка 400 человек. О, это довольно-таки немалый коллектив. Чуть поменьше. Чуть поменьше, чем 400, но все равно. Историческая программа, напомню, и мы, безусловно, сегодня обратимся к истории статистики, да, в основном в нашем регионе. Праздник, День работника статистики, ведь появился не так давно, только в 2015 году, да, в 2014 году, а чья это была инициатива? По-моему, незаслуженно, потому что статистическое ведомство одно из самых старейших, из самых авторитетнейших в нашем государстве, а праздник появился профессиональный только вот-вот. Ну, так принимаются решения, поэтому распоряжение правительства было в июне 2014 года. Вот с тех пор это дата официальная. Ну, кроме этого, мы отмечаем 14 мая дату основания Вятского государственного губстаткомитета, да, губернского статкомитета. Вот, есть День международной статистики в октябре, он раз в пять лет, правда, отмечается. Так что праздниками мы не совсем обделены, вот, поэтому есть что отмечать. Расложились, простите, традиции, какие-то уже празднования, профессиональные даты, там, четко подсчитать, сколько на столе в гостей не выставлено. Как правило, подводятся итоги, вот, того, что сделано, планы на будущее, ну, как обычно, в общем-то. Вот, это мы отмечаем обычно 14 мая, потому что это наш, инициативский праздник, да, и мы его отмечаем уже достаточно давно, в круглые даты, это и научно-практические конференции были. Как правило, к этому, к этой дате обновляется экспозиция нашего музея, вот, так что не забываем отмечать наших праздников и вспоминать тех, кто был основоположником статистики, в частности, на Вятской земле. Ну, давайте пойдем, собственно, уже в историю, к истокам обратимся, в статистике, уже несколько веков насчитывает, да, эта тема. Ну, а если говорить вообще о первоосновах статистики, там, как только появилось государство, как появился какой-то руководитель этого государства, у меня сразу возникает вопрос, а сколько можно собрать даней, какие подойти... Да, абсолютно вопрос, сколько собрать. Да, сколько собрать, это первое, а во-вторых, история человечества, это история войн, поэтому второй вопрос, а сколько я могу поставить под ружье? Вот, поэтому, естественно, вот, ну, статистические исследования, можно, если сегодняшними терминами говорить, они начались еще в Киевской Руси, если говорить... Если о нашем государстве говорить. Да, о нашем государстве говорить. Ну, а на Вятской земле, после того, как в 1489 году Вятская земля вошла в состав Московского государства, уже в 1520 году появились государевы-писцы под руководством Григория Карабина, сотоварищи, и вот была первая писцовая книга на Вятской земле. Каким образом работу проводили эти люди? Они ходили по дворам, по домохозяйствам? Да, 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 обязательно. А что переписывали конкретно? Дворы. Дворы, дворы. То есть количество все такое домохозяйств. Да, количество дворов. Если вы помните, может быть, из истории, был период, когда дань собирали по куне с дыма, то есть по белочей шкурке с избы. То есть вот подворный обход изначально. И в нашем регионе это тоже практика была? Такого типа я имею в виду обследование, да. То есть это были подворные обходы, и составлялись так называемые писцовые, переписные или дозорные книги. За два столетия, до периода Петра Первого, таких книг было составлено 12. Двенадцать. Двенадцать, да. Наиболее известное это... То есть раз что, в двадцать, в тридцать лет? Ну, тут трудно судить. Потому что после двадцатого года только восьмидесятые, а потом девяностые, девяностопятые. То есть в зависимости от потребностей, от задач, органа статистического как такового не было. То есть руководство поручало каким-то чиновникам вот провести такое... То есть спускалось сверху вот такое предписание, мы хотим знать, что происходит. Да, безусловно. Основные моменты вот в этих христовых книгах что отображалось? Ну, количество, да. Да, количество и то же самое души мужского пола, как вот чуть позднее мы будем говорить. Души мужского пола это опять-таки военных, в оборонительных целях, да? Конечно, конечно, конечно. Вот. В период Петровский был переход на подушное налогообложение, здесь сегодняшними словами говорить. И появились так называемые ревизии, да, подушные переписи. В ходе которых составлялись так называемые ревизские сказки. Как часто они проводились? А вот опять же за два столетия их было проведено девять. Вот. Ну, кто-то может быть помнит знаменитый роман «Мертвые души», да? Вот. И его главного героя Чичикова. Так вот, как раз суть-то вся романа заключалась в том, чтобы покупать те души, которые на период ревизии предыдущей еще были, вот, попали, а потом эти люди скончались. Вот и в этом смысл. Вот, кстати... А для нашей, кстати, для нашего региона, для Вятки, известно, это характерно было? Ну, вот, вот, мошенничество такое, современным языком выражаясь. Дело в том, что есть даже легенда о том, что прототипом вот этого Чичикова мог быть вятский чиновник Аверки Пермина. Да, это известная история. Да, история известная. Вот он действительно тоже с этими ревизскими сказками какими-то мошенничал и на этом погорел. Вот, поэтому, ну, так это или не так, на самом деле, сказать сложно, потому что я думаю, что... Но легенда красивая. Да. Приятно. Такие ушлые люди наверняка были во многих губерниях, и раз такая ситуация была, то, наверное, она была достаточно распространена. А вот еще важный вопрос. Вот эти песцовые книги, ревизские сказки, вот той поры, они сохранились? Ну, вот... Дошли до наших дней? Да, они в основном хранятся в архиве древних актов в Москве, вот. Ага. В частности, в... В том самом первозданном виде? Ну, да. Или уже перепечатанном? В первозданном виде, 1615 год, дозорная книга князя Федора Звенигородского. Вот, ее часто цитируют наши историки. Вот, ну, я, в общем-то, не историк по образованию, поэтому, может, что-то я припутаю, но, насколько я понимаю, это вот самая древняя сохранившаяся вот из этих песцовых дозорных книг. Ну, она открыта для историков, собственно, для работы, да, впрочем, наверное, уже изучена, наверное, хорошо. Да, конечно, конечно, конечно. Даже мы используем в наших публикациях ту информацию, в которой там она была. Хорошо, следуем далее. По хронологии, да. По хронологии, да. К времену дошли. Вот. Подушная перепись, о них мы говорили. Значит, сейчас, в 1811 году, 25 июня, Александр Первый манифест издал о создании, правда, Министерства полиции. Но в этом министерстве впервые в истории появилось статистическое отделение. То есть, вот, в 1811 году появляется официальный орган государственный, который должен заниматься статистическим изучением империи. Хоть и в рамках, на тот момент, полицейского ведомства. В этом нет, наверное, ничего удивительного, потому что там достаточно большие функции были в министерстве полиции, в том числе и статистическое изучение. Ну, это ведь и говорит о том, что, говорит о государственной важности, собственно говоря. Ну, безусловно, безусловно, потому что вот эти разовые какие-то нерегулярные обследования, наверное, вот на каком-то этапе их становится недостаточно и ставится задача получать более регулярную, более системную информацию, вот, которую можно использовать для управления государством. Так, и какая работа была, собственно, налажена? Вот, на самом деле, если иметь в виду, что всё-таки речь идёт о России, о огромном государстве, причём о России 19 века, да, 19 века, вот, понятно, что без статистики на местах, в общем-то, организовать реальную работу по статистическим исследованиям, ну, скажем так, крайне сложно. Вот, поэтому... Из центра не видно? Да, из центра не видно. В 1834 году, в декабре, высочайшим были утверждены правила для статистического отделения и статистических комитетов в губернии. А 28 января 1835 года указом, опять же, высочайшим было повелено создавать губернский статистический комитет. Ну, создавать, это, конечно, хорошо звучит, но это кропотливая работа, наверняка, да? Ну, там схема немножко. Мы сегодня... То, что сегодня понимается под органом статистики, то, что это было вот тогда, в общем-то, это очень разные вещи, так скажем. Да, конечно, обязательно. В 1835 году, 2 мая, по старому стилю, 14-го, соответственно, как мы сегодня отмечаем, у вятского губернатора Кирилла Яковлевича Тюфяева собрались... собрал он совещание со своими... с руководителями ведомств, на котором объявил о том, что вот есть такие указания, и было объявлено о создании вятского губернского статистического комитета. Вот. При этом было установлено понятие непременный член губернского статистического комитета, в который, в общем-то, вошли основные чиновники, которые были тогда при... Непременный член, современным языком выражающийся, то есть сотрудник? Да, непосредственно. Ну, не совсем так. Нет? Не совсем так. Или он более такой свободный? Это руководитель одного из ведомств. А, понятно. Вот. В том числе... Вернее, нельзя сказать «в том числе», но это еще и представитель духовенства обязательно. Потому что я забыл упомянуть, что при Петре Первом были введены метрические книги, и появилась, по сути дела, основа для демографической статистической... Именно церковь должна ввела, собственно, записи рождения, смертность и так далее. Да, да, да. Рождение, смертность и бракосочетание. Вот. Поэтому представитель духовенства обязательно тоже входил в состав двухсадкомитета. Ну, первым, так скажем, делопроизводителем, в соответствии с изъявленным желанием, стал губернский прокурор Николай Мартынович Мэй. Ну, как вы понимаете, у губернского прокурора дел много, и дополнительная нагрузка, естественно, вот, вряд ли могла быть... Снижение эффективности, так сказать, работы. Ну, это... Реальной работы даже, скорее всего, не было бы. Но Вятке повезло. 19 мая 1835 года в Вятку прибыл Александр Иванович Герцин. Вот. Совпало, да. Да. Человек креативный, инициативный, грамотный. Оставивший много чего после себя. Да, безусловно. Публицист, писатель и так далее. Вот. И в тот период, вот, ссыльных очень часто использовали в качестве, так как люди грамотные, вот, и их использовали в качестве чиновника для разных поручений. И вот Александр Иванович Герцин оказался практически первым реальным официальным статистиком на территории Ядского края. Вот. Он не просто формально исполнял какие-то обязанности, то, что поручено, то есть по сбору сведений и прочее. Он практически разработал программу изучения Вятской губернии. Называлась она «Особирание статистических сведений». Вот. Где как раз и... Такое методическое пособие. По сути дела, да. По сути дела, да. Действовать так. Методика. Вот. Как раз он и в этой работе и писал о том, что вот должны, какие учреждения должны участвовать, то есть это и канцелярия губернатора, губернское правление, казенная палата, комиссия народного продовольствия, комиссия податных сборов, полиция, духовенство. Вот. Вот. Например, исправники городовые могли получать информацию о мельницах и лесопилках и о результатах их деятельности и так далее. Вот. Поэтому, конечно, вот в этот период, благодаря работе Александра Ивановича, губернский статкомитет активно работал. И штат уже появился? Штат Александр Иванович Герцин. Все. Все? Александр Иванович? Боже мой. Вот. На такой огромный, на такой огромный регион, на такую огромную губернцию. В принципе, вот вся губернская статистика, она построена была вот в девятнадцатом веке именно таким образом. То есть информация собиралась с соответствующими ведомствами, вот, а задача, вот, делопроизводителя губернского статкомитета, вот, эту информацию собрать. Аккумулировать, да. Аккумулировать, а вообще, и дальше уже направлять, соответственно, наверх и публиковать впоследствии. Впоследствии. Вот. Но в конце 37-го года Александр Иванович уезжает из Вятки, и на 12 лет губернский статкомитет существует фактически только на бумаге. Эх, вот уехал, собственно, да. То есть уехал человек, который реально этим занимался. Вот. Всем остальным непременным членам не до этого, у каждого свои задачи. И никого не обучил, наследника не оставил. Видимо, так, потому что до 1850-го года губернского статкомитета, по сути дела, и не слышно. Наверняка на какие-то запросы отвечали, вот, но никакой систематической работы не было. В 1850-м году губернатор Александр Иванович Середа, вот, он собрал, опять же, все руководство губернии. Вот, видимо, было очередное указание сверху, вот, и заявил о том, что губернский статкомитет не работает, что неправильно, что надо начать эту работу. Ну, и самое главное... Тут уже приближалось время великих реформ. Да. Ну, пока, я думаю, что он о реформах, наверное, еще не знал. Вот, это будет чуть позднее. Самым главным решением было то, что, вот, начиная с 1950-го года в состав губернского статкомитета входил член-делопроизводитель, то есть официальный чиновник, для которого вот эта работа в статистике была основной его деятельностью. В 1950-1951 году Селиванов Илья Васильевич старший чиновник для особых поручений. То есть, вот, кстати, тоже сынный. А, вот я тоже хотел уточнить, он из местных или все, вот, из тех, кто приехал. Вот, ну, а начиная с этого периода, вот, член-делопроизводитель, потом ответственный секретарь губернского статкомитета, такая должность была официальная, учреждена, занимали ее люди, чиновники, которые уже организовывали эту работу. И ведь это была довольно высокая должность, да? Это далеко не последним человеком считалось тогда. Да. Дело в том, что председателем губского статкомитета по должности в тот период был гражданский губернатор, сам. Вот. Поэтому этот чиновник, он подчинялся непосредственно губернатору, по большому счету. Можно ли это уже назвать, там, началом расцвета вятской статистике лет и лет? Ну, я думаю, нет, я думаю, что да, потому что с этого периода, во-первых, идет систематическая статистическая работа. В 1853 году выходит первая памятная книжка «Адрес-календарь», выпущенная губстаткомитетом. Правда, пока это только «Адрес-календарь», то есть здесь там только должностные лица, их титулы, там, оригалии и прочее. Вот. Но уже при Караваеве Владимира Александровича, это уже в 60-е годы, памятной книжкой добавляются статьи по истории, по экономике авиатского края. Вот. А начиная с 70-х годов, должность ответственного секретаря губстаткомитета занимает очень видный наш краевед, статистик, архивист Николай Александрович Спаскин. С 44 года с лишним он был ответственным секретарем губернаторского статкомитета. Ну, сначала должность немножко не так называлась, но по сути. Да, по сути. Вот. То есть, вот, все то, что было издано губстаткомитетом, те работы, которые были проведены, они были связаны непосредственно с именем Николая Александровича Спаскова. Вот. Ну, можно, кстати, несколько привести для примера, как-то охарактеризовать эту личность. Почему именно вот он сосредоточился на этой сфере деятельности, почему болел именно? Вы понимаете, дело в том, что в тот период, когда Николая Александровича Спаскова, губстаткомитет, по сути дела, стал центром краеведения. То есть, вот, благодаря его подвижнической деятельности, вот, памятная книжка становится 1875 года, она становится, по сути дела, летописью губернатора. То есть, кроме того, что там адрес-календарь, кроме того, что там статистический обзор, там в каждой книжке публикуются самые разнообразные статьи известных на тот период людей по экономике, по истории, по этнографии, по географии нашей Вятской губернии. Очень важную роль выполнения статистики, они и формировали интерес к родной истории, да, подталкивали к ее изучению. Безусловно, безусловно, безусловно. Вот, поэтому с 1872 года, приложение к всеподненнейшему отчету Вятского губернатора, экономико-статистический отчет по итогам предыдущего года. Вот. В 1881 году под редакцией Николая Александровича выходит двухтомник столетия Вятской губернии. Ну, реально к столетию образования Вятского наместничества, вот, но оно так называют, с приложением древней акты к истории Вятского края. Но это очень известное в историческом мире, да? Да, 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 да. Безусловно. В общем, самое-то главное, интересное, опять же, наверное, то, что в тот период обятский губернатор Николай Александрович Тройницкий, вот, он представил вот этот сборник в Санкт-Петербурге, вот, наверное, он интерес определенный вызвал. Ну, нельзя проводить прямые параллели, но в 1883 году Николай Александрович Тройницкий назначен директором Центрального статистического комитета. Правда, не надо забывать, что у него еще отец, Александр Григорьевич, был председателем ОМА, статистического совета при МВД, вот, в предыдущие годы. Но, тем не менее, факт интересный. Да, редко оказалось темпу отздармом, что на бюджет. Ну, и, по сути дела, вот эта работа, она до 1916-го, с 17-го года, до революции, вот, в Государственном комитете там так и проводилась. Я предлагаю сейчас Николаю Анатольевичу, простите, Владимиру Анатольевичу, прерваться немножко, у нас сейчас реклама, и мы уже в советском периоде, да? Ну, подходим близко. Подходим близко, еще один аспект дореволюционный. Хорошо, после рекламы осветили. Хорошо. И об истории статистики, на рядке мы сегодня говорим. Владимир Зырин, заместитель руководителя Кировстата в нашей студии. Мы сейчас подробно прошли с поводу революционной истории статистики и кое-что еще хотим упомянуть. Да, я бы хотел рассказать немножко, буквально, еще об одном истоке нашей современной авиатской статистики. Это земская статистика. После реформ Александра Второго создана земская реформа. Одним из важнейших направлений земской статистики стала, работой земства стала статистическое изучение. Да, да, да. И что самое главное и интересное, если губернская статистика, Губстаткомитет работал в основном на административных источниках от ведомств, то земская статистика сразу начала работать с подворных обходов. От земли. Да, 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 да. То есть задача была изучать конкретно, вот, жить крестьян, да, то есть, вот, промыслы, вот, ну и все то, чем живет простой крестьянин в нашей вятской губернии, в частности. Урожаи, торговля, это все. Орудия труда, там, и так далее, и так далее, и все. Вот, более того, в 1870 году по поручению губернского земства Владимир Яковлевич Заволжский проводил исследование 15 северных властей вятской губернии, которые оказались в беднейшем положении после ряда неурожая. И это было практически самое первое статистическое исследование земское в России. Ну, опять же, в честь, да, в честь. Ну, а впоследствии, вот, в результате вот подобных исследований регулярных мы получили материалы по статистике вятской губернии. Это по два тома на каждый уезд в конце 19-го, начале 20-го года. Пять томов материалов по описанию промыслов, промыслов вятского края, материалы по оценке земель, по оценке фабрики, заводов и так далее. То есть, вот, в отличие от губернского комитета, здесь совершенно новая организация статистики. Ну, и, безусловно, очень интересные материалы. Это тоже всё, да, это есть всё сейчас в библиотеке, герцог, можно здесь посмотреть и читать, кому это интересно. И так революция, да? Да. Ну, революция считается у нас таким переломным моментом во многих сферах. Был ли это переломным моментом и для статистики? Однозначно, да. Конечно же, губернское комитет был ликвидирован, земское статобюро тоже. Вот, в 1918 году, в конце года было создано губернское статистическое бюро, вот, был назначен технический заведующий и был назначен политический заведующий. Ну, понятно. Да, то есть, по тем, ну, считайте комиссар, считайте комиссар, да, то есть вот эта особенность. Ну, и что касается организации статистики, то, конечно, задачи стояли очень большие, потому что шла централизация управления, да, национализация промышленности вообще во всех отраслях, соответственно, необходима информация для управления. С другой стороны, ситуация гражданская война, там, разруха и прочее, естественно, организовать текущую статистику было очень сложно. Поэтому, вот, 18-е, 19-е, 20-е, 20-е годы, это годы, когда в большей степени ориентация шла на проведение различных обследований. Вот, это и первая советская перепись промышленности, 1918-й год. Сразу же там? Да. Вот, это 10-ти процентное обследование крестьянских хозяйств, 19-м году. В 21-м году перепись населения с данными и по сельскохозяйственным производству, по профессиям, по промышленности. В общем, новая власть, она изучала, смотрела, что же она, собственно, получила. Ну, да, это естественно. Вот, тем более, что организовать текущую работу, ну, достаточно было сложно, хотя этим тоже занимались. Если говорить о довоенном периоде в целом, то надо упомянуть обязательно перепись населения, первую всесоюзную 1926-го года, переписи 1937-го и 1939-го годов. Перепись 1937-го года была признана дефектной, итоги ее неправильными. Как так? Да, отменены и была назначена перепись 1939-го года. Это руководство страны сказало? Да, конечно. Да, было постановление Совнаркома в сентябре 1937-го года, где прямо было сказано, что перепись дефектная и неправильные итоги. И была назначена перепись 1939-го. Ну, естественно, в 1930-е годы, поэтому без репрессий не обошлось. Вот, правда, насколько я знаю, вроде расстрелян никто не был, но сроки получили. Вот за этот дефект? Ну, тогда по совокупности, поэтому... Ну, да. Вот, это по совокупности. В частности, вот, и в Управлении народно-хозяйственного учета у нас в Кировске тоже были аресты. Правда, кто-то был потом реабилитирован, руководитель, он, Куняхов, он погиб в годы войны. То есть, был, видимо, реабилитирован, ушел на фронт и там так далее. А вот еще, да, раз уж мы говорим о 30-х, а изменилось ли что-то в работе нашей статистики, собственно, с образованием Кировской области в 1936 году? Ну, тут, наверное, с точки зрения статистики интереснее другой момент. В 30-е годы органы статистики были подчинены Госплану. И с 30-го по 48-й год назывались Управление народно-хозяйственного учета при Госплане. Соответственно, на уровне региона точно так же они подчинялись Уполномоченным по Газплане. Хорошо это или плохо, или вопрос другой, но... То есть, статистики, они были вот с теми людьми, которые фактически должны были говорить, достигнут поставленный план, либо не достигнут. И основная задача, да, при плановом хозяйстве, да, одна из основных задач статистики, это оценка выполнения плана. Вот это что, 30-е и до... Собственно, до конца, собственно. Да, Советского периода, безусловно. Хорошо. Безусловно. Велико-отечественные, если двигаться уже дальше. Что касается периода Великой Отечественной войны, то, конечно же, те... Ту информацию, которую собирали в текущее мирное время, ее было однозначно недостаточно. Где какая-то могла оказаться лишней. Ну, а самое главное было то, что информация была нужна оперативно, была нужна срочно. И в период войны наши авиатские статистики, ну, естественно, по поручению центрального аппарата, безусловно, провели более 100 срочных переписей. Причем срочно, буквально в течение нескольких дней они должны. То есть от момента поручения от правительства до получения информации могло быть, там, 5-7-10 дней. Но я так понимаю, все эти исследования, смысл был в том, чтобы посмотреть, какие у нас ресурсы есть. Да, безусловно, это, например... Что мы можем дать для фронта? Ну, например, обследование неиспользуемого оборудования, неустановленного оборудования, которое имеется. Транспортное средство. Эвакуированное оборудование, ну, транспортное средство, тут особый военный учет, да, это так же, как производство военной продукции, это все особый военный учет, вот, остатки материалов, которые на предприятиях, на складах, на железнодорожных станциях, там, допустим, остатки черных металлов, цветных металлов, каких-то еще иных материалов, вот, в общем, подобного типа. Кропотливая работа, кропотливая, нудная, возможно, но важная на тот момент, конечно. Да, это было очень важно, вот, ну, и очень важным аспектом, безусловно, это было учет трудовых ресурсов, вот, потому что движение населения было достаточно большое, вот, эвакуировано население и так далее, то есть, вот, ну, и к этому надо добавить, что большая часть управления народно-хозяйственного учета была эвакуирована в поселок Суна, в помещении школы, вот, 100 километров на юг от Кирова, да, вот, правда, конечно, те, кто занимался учетом промышленности, вот, спецоделы, они оставались, и руководство, они оставались на городе Кирове, вот. Хорошо, двигаемся дальше. Вот, что касается послевоенного периода, то тут два основных момента, я бы отметил, во-первых, это централизация сбора и обработки стата отчетности по промышленности, строительству, закупкам сельскохозяйственной продукции и целого ряда других направлений в органах статистики. Связано это было в первую очередь с образованием соунархозов, если мы помним, да? Совета народного хозяйства. Да, когда управление экономикой предполагалось перенести на уровень региона. Тогда возникла потребность обеспечения информации. А действующая до этого система, когда по промышленности, скажем, информация собиралась по ведомственной сначала наверх, там, и лишь позднее она достигала уровня региона, естественно, не могла устроить. Вот, поэтому практически вот в этих отраслях, в конце 50-х, начале 60-х, просто централизация. Саунархозы были ликвидированы, а централизованная статистика, она осталась. До сих пор по экономическим направлениям, промышленность, строительство, торговля, услуги, транспорт, основную отчетность, практически всю отчетность собираем, органы статистики собираем. То есть вот то время, когда, собственно, те основы заложены были, по которым Кировстат работает и все еще. По сей день. Соответственно, такое увеличение объемов потребовало механизации. В конце 50-х годов при управлении статистическом управлении появляется машиносчетная станция. Позднее в районах появляются машиносчетные станции на основе счетно-клавичных вычислительных машин. В 72-м году появляется первая ЭВМ, Минск-32. 72-й год? Да. ВМ? Ничего себе. Вот, Минск-32. Вот, ну, если кто-то не очень представляет и полагает, что это вот планшетный компьютер или ноутбук. Нет, наверное, с комнату что-то. Да. Вот, то машин этого периода, вот, Минск-32, последующие ЕС-10, 22, 10, 35, 10, 36, это занимали не комнаты, они занимали зал. Зал. Машинный зал, да. Машинный зал порядка, он, около, наверное, 100 квадратных метров. Одна машина, которая по возможностям своим значительно уступает сегодняшнему любому гаджету. Сколько человек ее обслуживали? Вот, ну, соответственно, там, да, там было техническое обслуживание, ребята обслуживали, там, значит, были программисты, специалисты. Вот, там был целый отдел подготовки данных, то есть надо было набивать информацию на перфоленту, то есть, вот, так что, это была целая система, которая, вот, была достаточно специфическая. В музее Кировстата сохранилось что-либо из этого оборудования? В фотографии. В фотографии только? Да. А машины были сданы, государству возвращены. Да, 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 да. Но сейчас уже не используется, да? Нет, конечно, это уже в 90-е годы мы переходим на, во-первых, с точки зрения методологии, переходим на принятую международной практике систему учета и отчетности. То есть, это существенно меняется методология, вносятся изменения в годовую бухгалтерскую отчетность, в новую статистическую отчетность, в новые показатели, в новые классификаторы. Насколько это сложно, могу на одном примере только привести. В России, общероссийский классификатор отраслей народного хозяйства, который, по сути дела, был еще советский, он существовал до 2004 года. Только в 2004-2005 году его заменили на классификатор видов экономической деятельности, который гармонизирован с международной системой учета и статистики. Ну, если говорить о будущем, без статистиков уже не обойтись. Есть государство, государство должно знать и понимать, что происходит в социально-экономическом развитии. Тем более, с каждым периодом жизнь и экономика, она усложняется, появляются новые отрасли, новые виды, современные связи. Еще 15-20 лет назад мы не знали, да? Вот та же компьютерная техника и так далее. Поэтому, естественно, для планирования, для управления информация о состоянии объекта, она абсолютно обязательна. Поэтому статистика, да, была, есть и будет. Другое дело, как она будет организована. Сколько человек, вот если в 1987 году у нас по области было 1187, включая вычлечную технику, да, сейчас менее 400, там 350. Владимир Анатольевич, спасибо большое за этот прекрасный экскурс в историю нашей статистики. Я понимаю, что он получился кратким, можно говорить намного дольше и больше, безусловно. Время у нас ограничивает. На этом завершается сегодняшняя программа «Сделанная вятки». Благодарю Владимиру Зырину, заместителю руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области Кировстат. Одним словом, еще раз можете пару слов в адрес своих коллег поздравить с наступающим днем работника статистики 25 июня. Вообще, всем спасибо за внимание, вот, ну, еще раз безусловно поздравляю всех работников Кировстата, всех наших ветеранов с нашим наступающим профессиональным праздником. Здоровья, счастья, успехов всем! На этом все, до свидания. Всего доброго. До свидания.